Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, сегодня утром возвращаемся на финансовые площадки, чтобы оценить тот фундамент, который сложился за прошлую торговую сессию. Мы мало-помалу приближаемся и к заседанию ФРС, который у нас завтра с публикацией ставки, с долгожданной пресс-конференции, и, возможно, к еще более важному событию, это оглашению обновленной монетарной политики со стороны уже японского регулятора. И это событие у нас едет на утро пятницы, поэтому остаются у нас самые жаркие дни, разумеется. Поэтому внимание к рынку должно быть сейчас очень повышенным, поскольку традиционно поведение трейдеров перед публикацией важных отчетов носит такой двойственный характер. Либо они начинают переживать, опасаться, паниковать, и эта паника в конечном счете сводится к выжидательной позиции и незначительной платильности. Либо они начинают активничать, заранее занимая определенные направления, чтобы получить максимум профита. Если посмотреть на актуальные котировки по некоторым валютным парам, эту динамику, которую они показывают, в частности пара доллар-японская иена, здесь платильность уже значительная. И в любом случае, то, что сейчас доллар теряет против иена, а японская валюта укрепляется против американца, не нужно из-за этого особо переживать, поскольку у нас еще нет решения Банка Японии, оно только впереди. В четверг пресс-конференции, в пятницу публикации, собственно, ставки и, возможно, анонс новых мер экономического стимулирования. Я думаю, что даже если мы не дождемся фактических решений, потому что что-то изменится, мы услышим многое. И мягкие комментарии, они будут носить, на мой взгляд, точно такое же воздействие, как, собственно, и сами решения, которые предлагают смельчение экономической политики. Поэтому японской валюте придется сегодня, может быть, даже в ближайшие дни все-таки образумиться и, соответственно, настроиться на тот понижательный лад, который должен иметь место быть. Обо всем давайте поговорим подробнее, конкретнее. Начнем мы сегодня, как и всегда, традиционно с того, что наблюдается на рынке углеводородов, в частности, по Brent. И здесь у нас хорошая новость и, безусловно, та самая тенденция, которую мы с вами ждали. Мне вдвойне приятно это говорить, поскольку знаю, что среди вас есть также очень много приверженцев продажи позиций ценовых углеводородов, распродаж Brent. И мы сейчас с вами довольствуемся профитом, поскольку ждали тестирования поддержки 45 уже очень много. И, наконец-таки, собственно, дожидались. И я думаю, что, в целом, та понижательная динамика, тот импульс – это не просто коррекция после резкого роста, а, может быть, даже формирование самого настоящего медвежьего тренда, который продолжит разворачиваться на рынке энергоресурсов и станет причиной постепенного сползания Brent ниже поддержки 45 долларов за баррель, с возможным уходом к следующему уровню, то есть это планки уже 40. Я считаю то, что это вполне возможно. Что тут остается еще, по сути, 10 с небольшим процентом потерь, поскольку у нас новостной фон не меняется, а, напротив, даже усиливается. Я расскажу, почему. С точки зрения коррекционных взглядов, я думаю, что мы вполне можем претендовать на пробой очень важного уровня и значимого буквально для всех, кто поглядывает за текущей динамикой, собственно, рынка энергоресурсов. В частности, клоуз вчерашнего дня 45.08, сейчас актив торгуется на отметке 45.28, но все равно уверен в том, что давление на него явно сохраняется. Причина распродаж Brent – это присутствующие по-прежнему опасения за глобальное перенасыщение мирового рынка. И эти самые опасения, они препятствуют достижению рынка балансового состояния между спросом и предложением. Плюс ко всему, мы помним данные по Baker, которые позволяют нам предположить, что такая тенденция в случае сохранения будет причиной последующего роста производства и в США. Мы с вами ждем обновленного отчета от ОПЕК, который будет опубликован в первых числах августа. Но уже сейчас многие агентства, которые следят за текущей ситуацией с предложением, анализируют, прогнозируют и выкидывают на рынки собственные догадки, предложения по поводу того, насколько объемы производства нефти выросли в рамках отдельных регионов за прошлый месяц. Нас, прежде всего, интересует Ближний Восток. И вот последняя статистика указывает на то, что, вероятно, в Ираке объемы производства достигли 3,28 миллиона баррелей за прошлый месяц. Чтобы вы понимали, это на 100 тысяч баррелей больше, чем месяцем ранее. В Иране, я полагаю, что производство будет еще более выражено. Саудовская Аравия также не отстает. Но, чтобы объективно оценить эти цифры, нам все-таки нужно дождаться фактического отчета. Но, все равно, совершенно очевидно, то, что сейчас производство растет и Ближний Восток, как и ранее, продолжает отстаивать или, правильнее сказать, лоббировать свою сакральную идею по поводу расширения присутствия и дополнительной экспансии на рынке. Доля для них, собственно, в мировой составляющей именно производства черного золота имеет ключевое значение. И они используют все возможности, чтобы, соответственно, эту долю увеличить. Факторов, которые будут свидетельствовать о снижении производства, сейчас нет. Можно было сделать ставку на Соединенные Штаты Америки, но если бы у нас количество буровых, пусть даже и не сокращалось, но, по крайней мере, осталось на прежнем уровне. Но мы видим то, что 4 недели подряд количество платформ растет. И, я уверен, продолжит расти и дальше. В Ливии также производство увеличивается. В Нигерии тоже. Канад также давно вышла на прежние объемы производства. Уже все забыли про пожар в одном из ключевых регионов, который специализировался именно на нефтедобыче в Альберте. Сейчас мы не рассматриваем уже эти регионы как фактор повышенного спроса на нефть из-за возможных перебоев, связанных с поставками. Турция тоже у нас уже, собственно, интерес к этому инфоповоду охладел. Единственное, на что нам сейчас можно делать ставку, это на запасы нефти США. Но, судя по аналогичным релизам прошлой недели, а точнее даже по реакции трейдеров на статистику, мы понимаем то, что трейдеры сейчас даже стараются по возможности игнорировать эти отчеты. И особо серьезной волатильности мы не видим. Напротив, даже последние две недели реакция была абсолютно нелогична. То есть, запасы снижались, а нефть при этом продолжала падать. Я надеюсь, что сегодня у нас АПИ станет еще одним дополнительным триггером для снижения. Завтра Минэнерго, который подтвердит эту динамику, плюс ко всему ФРС, который может стать причиной резкого укрепления курса американской валюты, также станет причиной коррекции и стоимости сырьевых активов. Ждем отчеты ОПЕК. Помним, что баланс, который прочили многие энергетические агентства до конца этого года между производством и спросом, уже недостижим так быстро, как планировалось, поскольку, напротив, расхождение увеличивается. И из-за Брезита мы продолжаем делать ставку на то, что мировая экономика продолжит потихоньку затухать, и это скажется на спросе. Поэтому наша идея по-прежнему продавать, но 45 долларов за баррель, будучи имущественной поддержкой, я допускаю то, что сегодня нас ждет все-таки консолидация от этого уровня, поскольку кто-то захочется фиксировать профит, кто-то решит, что после тестирования, можно сказать, неудачного пока этого рубежа, стоит сыграть именно на возможности плохого отскока с возвращением бренда в район 47-48. Я не хочу строить подобные предположения и альтернативные сценарии, не хочу забивать вам голову тем, что может быть так или эдак. Я хочу, чтобы вы понимали то, что фундаментальный фон указывает на то, что коррекция, которую мы видели, она не случайна, не, скажем, неожидаема. Напротив, она была весьма прогнозируемая, просто ее нужно было подождать. И эта коррекция уже трансформируется в настоящий тренд. Я надеюсь, что вслед за уровнем 45 будут значения еще ниже. И я также думаю и надеюсь, что вы поддерживаете мой взгляд и тоже занимаете позиции, которые предполагают еще большую слабость нефти. Российская валюта. Дождались мы того, как отпустили пружину, когда рубль сопротивлялся долго, несмотря на ослабление нефти. Сейчас, видимо, сил больше нет и у него, поскольку мы видим то, что девальвация существенная. В частности, 65.40 это уже актуальные котировки были еще выше. Еще не вечер, в частности, допускают, что трейдеры еще не до конца отыграли вчерашнюю слабость. Если сегодня мы увидим продолжение коррекционной динамики, значит рубль уже пойдет на 66 против американца. На налоговый период уже никто не обращает внимания. На прочие факторы тоже сейчас все понимают, что ключевой темой, даже политические моменты выбора сентябрьских в парламент, сейчас эта история не актуальна, поскольку мы все-таки наблюдаем ослабление рубля. Наверное, проблема бюджета все-таки куда более существенная, чем мы предполагали. И, соответственно, единственная возможность для Центрального банка помочь экономической ситуации в стране стабилизировать ее и поддержать показатели достаточности для национального бюджета, хоть как-то снизить давление на дефицитности ключевого, собственно, компонента. Получается, это искусственная коррекция курса, которая предполагает девальвацию рубля против всех основных конкурентов. Вы знаете, буквально на прошлой неделе, когда мы наблюдали, что рубль противостоит, собственно, на слабости нефти и не хочет ослабеть против своих основных оппонентов, у нас были котировки 63, и складывалось ощущение, что на этом уровне рубль может сатаиться на протяжении, ну, то есть, сохранить свои позиции и остаться на протяжении какого-то периода времени. Сейчас мы видим то, что слабость уже пошла, раньше я отмечал, что ближайшие уровни для тестирования, это, возможно, 65-66. Я думаю, что сейчас мы можем замахиваться уже на более высокие значения, поскольку именно потенциал девальвации, он остается существенным. И я думаю, что для долгосрочной цели нам нужно замахнуться уже на 70 против, соответственно, доллара. Дальше идем. Европейская валюта против американцев. 1.10.11 сейчас актуальные котировки. В частности, если анализировать торговую сессию понедельника, она прошла довольно вяло, спокойно. Это обычная, собственно, динамика для понедельника, когда нет важных макроэкономических отчетов. И, действительно, на фоне вот этого спокойствия европейская валюта умудрилась даже подрасти. Но все равно это незначительная восходящая динамика, которая никак не меняет нашего с вами медвежьего позиционирования. Из отчетов, собственно, обратить внимание было практически не на что. Но единственное, что бизнес ожиданий и оценка текущих экономических условий от ИФ. Обычно мы не обращаем на нее особого внимания, поскольку у нас есть куда более объективная составляющая статистика по ЗИУ. Мы с вами ее анализировали на прошлой неделе и пришли к выводу вместе с статистиками и теми, кто следит за этим отчетом, что выход Англии из состава Европейского Союза, мягко говоря, застал всех в расход инвесторов и промышленников. Инвесторы продолжают активно выводить средства из еврозоны, промышленники не знают, что будет дальше. Но уже сталкиваются с проявлением последствий Брекзита, как сокращение экспорта, в том числе и на территорию Англии. Хотя это такое двойное явление, потому что все-таки речь идет о торгово-партнерском взаимодействии. И промышленники, конечно же, обращают еще и на общий мировой спрос, который из-за того, что мировая экономика снижается, также сейчас под давлением. Поэтому по ЗИУ мы с вами получили очень слабые данные, чуть ли не на самых низких значениях за последние 4 года. И то ли еще будет. С другой стороны, если посмотреть на вчерашнюю динамику по ИФО, которые также отражают именно настроение, мы увидели рост евро. То есть трейдеров в каком-то формате, в какой-то мере этот релиз вдохновил. Но может быть, потому что считается, что если ИФО, бизнес-ожидание и оценка экономических условий показала более лучшую динамику, значит немецкая экономика успешно противостоит последствиям выхода Англии из состава ЕС. Я хочу сказать вам, что если вы решили, что это так, вы не правы. Поскольку с последствиями, как таковыми, мы еще не столкнулись. Прошло всего лишь месяц. Очень рано говорить о тех негативных, собственно, следствиях, которые могут возникнуть по причине распада Европейского Союза. Должно пройти больше времени. Квартал, может быть, даже два. Только после этого можно будет подводить объективные выводы, делать, собственно, какие-то, строить предположения о том, как будет развиваться ситуация дальше. Но я думаю, что исключительно в негативном ключе. Поэтому, с вашего позволения, давайте мы все-таки не будем забывать про ЗИУ и понимать то, что на настроении трейдеров сам факт выхода Англии из состава ЕС серьезно повлиял. Ну и, конечно же, в целом у нас в рамках Еврозоны прослеживается негативный тренд релизов, по которому не стоит забывать. И вся эта статистика, она отражает и низкую потребительскую активность внутри страны, и, собственно, слабость мировой экономики, о чем я уже сказал. Поэтому повышательное ралли, восстановление, которое мы видели вчера, вряд ли будет реализовано в нечто большее. Вряд ли станет причинен движение пары евро-доллар к отметке 1.11. Может быть, еще небольшая проторговка, консолидация, но потом все вспомнят, почему евро остается аутсайдером. Я также допускаю то, что перед заседанием ФРС сейчас для многих свойственна такая выжидательная позиция, поскольку велика вероятность открытия неправильной сделки и, соответственно, получения убытка. Трейдеры, многие хотят уже дождаться ФРС, посмотреть на волатильности постфактума, решение американского регулятора по ставкам и после пресс-конференции, после этого снова проявлять активность и вступать в игру. Я надеюсь то, что вы не отказываетесь от ослабления евро как цели и ближайшая цель 1.08. Это лично мой такой субъективный профитный ориентир и до тех пор, пока я не доберусь до этого уровня, по евро-доллару с точки зрения медвежьих ожиданий, я не успокоюсь. Фунт против американца сейчас торгуется на отметке 1.31.10. Британец находится под давлением, как и раньше мы видим то, что прошлую торговую сессию, когда мы проводили брифинг, котировки были повыше, фунт понемногу корректируется. И резонирующий такой эффект еще от публикации слабых данных по индексам деловой активности в производстве в сфере услуг, которые вышли в пятницу, минимальные значения за несколько лет, которые серьезно разогнали вероятность того, что Банк Англии 4 августа пойдет на решение по дополнительному смягчению экономической политики. Это либо снижение ставки, это либо решение программы количественного смягчения. Все эти инструменты носят влияние понижательное для национальной валюты и могут стать причиной резкого ослабления фунта. Хотя к этой слабости мы можем начинать готовиться уже сейчас, поскольку ясно, что Банк Англии, скорее всего, без этих мер рынок не оставит, поскольку экономика сейчас нуждается в поддержке. И, соответственно, единственная возможность – это сейчас вмешаться в ситуацию национальному регулятору, Банку, которому нужно торопиться со снижением процентных ставок, чтобы оснабжать рынок дополнительной ликвидностью. Ждем 4 августа. Продолжаем спекулировать не на том, будут ли изменять монетарную политику или нет, а на том, что же все-таки сделают. Снизить процентную ставку, расширить выкуп активов, либо и вовсе анонсировать программу количественного смягчения. Поэтому выбираем из этих трех сценариев. Но в любом случае, какой бы из них ни стал реальностью, фунт может оказаться под серьезным давлением. И я снова призываю вас к тому, чтобы рассмотреть возможность тестирования поддержки 1.30 с возможным уходом еще ниже. И, конечно же, доллар японская иена, которая сейчас торгуется на отметке 104.37. Допускаю, что импульс, который был получен медвежий на сегодняшней азиатской торговой сессии, может затащить пару еще ниже. Если разобраться в фундаменте, то важнейшим событием, конечно же, является заседание Банка Японии в эту пятницу. Я также допускаю то, что трейдеры сейчас не будут торопиться с занятием дополнительных длинных сделок, поскольку не знают, как отработает себя ФРС уже завтра вечером. Есть, конечно же, сейчас и повышенный спрос на японскую валюту, которую не хотят списывать со счетов, хотя бы из-за тех событий трагических, снова в Еврозоне, связанных вот со стрельбой в Мюнхене. И то, что подобные события традиционно являются причиной спроса на защиту, мы это знаем, уже исторически такие тенденции себя проявляют. Дополнительный спрос на иену связан ли с каким-то фундаментом, который был опубликован сегодня? Нет. Это только спекулятивный настрой, попытка сыграть на понижение тех, кто планирует использовать как осуществочный потенциал. Может быть, это попытка маркетмейкеров вести толпу в заблуждение, что якобы никаких решений мы в пятницу не услышим, и сейчас нужно распродавать с движением пары в район 100, а может быть, даже еще ниже, иен за доллар. Я думаю, что пока нам об этом говорить явно не стоит. У нас наш взвешенный фундамент и прогноз, он остается по сценарию неизменным. Мы ждем поддержки сначала для доллара от ФРС, либо через намеки на повышение процентной ставки, ну, либо, по крайней мере, свидетельство о том, что ФРС констатирует прогресс на американском рынке труда, следит за инфляционными ожиданиями, и эти инфляционные ожидания указывают на то, что американская экономика постепенно движется к целевому показателю по инфляции. В любом случае, это позитивный фонд для доллара, который должен быть использован в качестве поддержки для этого актива. И по Японии мы ждем решения экономических стимулов, что, учитывая, соответственно, ФРС и Банк Японии, позволяет нам делать сейчас ключевой акцент на расхождение монетарных политик. Поэтому, несмотря на даже текущее снижение, я не могу позволить себе развернуться и поставить на снижение пары USD-YEN вот с выходом к тем целям, которые я отметил ранее. Я по-прежнему уверен, что пара очень быстро наверстает прежние высоты и вернется выше 105-106 йен за доллар. Из других валютных пар, с вашего позволения, еще снова отмечу USD-CAT. У нас цель была 1.32, и я с особым удовольствием констатирую, что хай у нас был 1.32.40. То есть, уважаемые друзья, мы с вами добрались до нашей цели. И я надеюсь, что вы воспользуясь моей рекомендацией и получили хороший проход. Сейчас давайте, не зная, что будет с нефтью после касания поддержки 45, выйдем из расположения этой валютной пары. Я надеюсь, что вы это уже сделали, когда коснулись сопротивления 1.32. Последим за фундаментом, в частности, у нас в пятницу данные по ВВП Канады. Если получим слабый релиз, значит, будем продолжать спекулировать на возможности снижения процентных оставок. И, соответственно, вернемся к распродажам канадца против доллара уже со следующей недели. Ну а пока можно взять паузу и немного отдохнуть, по крайней мере, воздержаться от торговли этим дуэтом валютных активов. Из важных событий сегодняшнего дня у нас целый блок макроэкономических отчетов по США. В 17.00 уровень доверия потребителей и снова статистика по рынку недвижимости. Я жду хороших цифр, хороших отчетов по рынку недвижимости. Не сомневаюсь в том, что у нас будет очередной прогресс. И жду поддержки для доллара. Поэтому USD иена может сейчас еще немного скорректироваться. И вот вплоть до 17.00, когда в игру обязан вступить американец. В 23.30 запасы по нефти США по версии API. Несмотря на то, что вероятность очередного снижения процентов 90, я думаю, что этот отчет будет проигнорирован. И ничто не спутает нам карты по поводу нашей медвежьей сделки по бренду с возможностью закрепления ниже поддержки 45 долларов за баррель. Кодовое слово на сегодня ралли. Величина бонуса 14%. Действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. На этом все. Не забывайте про то, что весь видеоконтент у нас традиционно доступен на нашем официальном канале на YouTube. Заходите на него, подписывайтесь, комментируйте. И оставляйте ваши лайки. Со своей стороны хочу пожелать вам попутного тренда, удачной торговой сессии. Хочу, чтобы вы собрались силами, потому что завтрашней торговой сессии мы с головой, собственно, окунаемся в серьезнейший фундамент этой недели. ФРС и уже там буквально рукой подать останется до заседания Банка Японии. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.